Добрый день, коллеги! У меня довольно сложная задача сегодня, потому что я рассказываю о фильме, мировая премьера которого состоится через несколько дней на Московском международном кинофестивале. И тем не менее я постараюсь, не раскрывая всех секретов, естественно, рассказать об этом фильме и начнём мы с того, что мы посмотрим трейлер, а потом я начну уже комментировать и рассказывать, как всё это устроено. Пожалуйста. Сейчас, буквально секундочку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Николай Попов, я композитор. Я Александр Хрубеев, композитор. Я композитор и органист Денис Писаревский. Меня зовут композитор Ярослав Судзюловский. КОНЕЦ ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ КОНЕЦ ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Можно постер показать. Фильм «Свеженький» снят в этом году. Это второй фильм режиссёра Сергея Уварова. Сейчас, будьте добры, постер покажите, там всё будет информация. Как вы видели, там есть четыре героя основных, четыре композитора. Они играют самих себя, они играют самих, они играют самих себя, и этот микс очень интересен по своему жанру. Что я хочу сказать? В постере видно достаточно, кто принимает участие. Это второй фильм, как я уже сказала, Сергей. Первый фильм «Симфония органа», который несколько лет назад был представлен. И он имеет сейчас очень хорошую прокатную историю. И показан был на многих фестивалях, на Петербургском культурном форуме, в Третьяковской галерее и в многих других местах. Но второй фильм – это совсем другой фильм. Я бы сказала, это совершенно другое решение. Многое, конечно, наследует фильм, потому что, как и первый, это попытки сделать такой жанровый микс между доком и художественным фильмом. Это было в первом фильме, это тоже сочеталось. Там был ещё такой момент просветительский, я бы сказала, даже инструктивный, потому что мы снимали орган, то, как его реставрировали. В общем, считайте, для потомков, потому что они могут посмотреть и уже детально увидеть, как именно приводили в порядок орган Большого зала консерватории. В новом фильме акцент на микс сделан ещё больше. Сейчас посмотрим. Сначала давайте поговорим о жанре фильма. Он многосоставный. Работа представляет собой гибрид фирмы концерта и документального кино. Я бы сказала, что это сложный сплав, где фактически грань между документальным и игровым кином размывается. Как это происходит? Вы знаете, на протяжении картины зритель может видеть, как происходит перетекание одного жанра в другой. Один стиль изложения вдруг начинает просвечивать через другой. Вот такой интересный микс получается. И есть, конечно, атрибутика собственного музыкального концерта. Почему? Потому что все музыкальные номера в этом фильме так или иначе звучат целиком, а не фрагментами, как обычно бывает в документальном кино. Что отражает специфику собственного документального кино? Довольно привычные атрибуты, например, такие, как информационно-речевой компонент. Есть закадровый чтец в фильме. Текст читается священником. На то есть свои причины, когда посмотрите фильм, вы поймете, не могу раскрывать. Второй компонент – это то, что связано с аудио-визуальным познавательным моментом. Вы знаете, фильм содержит, я считаю, уникальные съемки, потому что вот «Симфония органа» тоже были, вот вы видите сейчас постер, уникальные съемки, например, внутри органа этого никто никогда не видел. Даже вот мы когда-то пошли, это первый раз я увидела, как внутри это все устроено. Мало кто это видел, ну, может, специалисты только. Здесь то же самое. Здесь мы попадаем в ночное пространство Большого зала консерватории, где происходит некий перформанс, и вот фрагменты с трейлера, наверное, уже наблюдали, как он готовится, как, так сказать, музыканты это все готовят. Что при этом происходит? Происходит, я бы сказала, все-таки трансформация в этом фильме жанра доков в сторону художественного кино. Как? Во-первых, через создание некоторой нарисованности жанра. Ну, я бы так сказала, документалистика особого рода, она предполагает отсутствие чего-либо случайного, фактически полную срежиссированность происходящего. Вот это интересно, потому что выглядит это все просто, как вот они разговаривают, они действительно как будто бы, так сказать, разговаривают, но на самом деле все четыре композитора, они как актеры играют самих себя в таком абсолютно док-стиле речи. Во-вторых, в фильмах как художественный прием используют то, что я бы назвала сверхдокументальный интерфейс. Это, конечно, художественный прием, вы это могли в трейлере видеть уже. Герои фильма говорят со зрителем через некий экран. Этот некий экран может быть самый разный. Например, экран своего смартфона. Все фактически включили смартфон и разговаривают. Смотрит не в камеру, то есть есть немножко другой контакт. Ай-контакт отсутствует. Второй экран такого рода – это конференция в Zoom, которая будет в заключительном разделе фильма. Кстати, фильм еще снимался, начинал сниматься в период пандемии, поэтому это было совершенно естественно и созвучно времени. Все эти приемы, конечно, дают сильный эффект остранения, безусловно. В-третьих, в фильме использованы элементы, я бы сказала, скрытого притчевого языка. Во-вторых, я это восприняла так. Почему именно скрытого? Потому что они просвечивают через обычный совершенно бытовой рассказ, интернет-чат. То есть, в общем, такая, знаете, как у Тарантино, это болтовня. Здесь тоже что-то в этом роде есть такое, и тем интереснее, конечно, вот так выкапывать это. А немного давайте о том поговорим, как в фильме осуществляется ведение зрителя, как режиссер ведет зрителя за собой. Я сейчас буду описывать себя как зрителя, прежде всего, конечно. Во-первых, это киноаллюзии. Больше и меньше кто-то, больше и определит кто-то меньше. Это в зависимости от знания, конечно, тезауруса, кинотезауруса. Идет работа с аналогиями восприятия. Зритель может уловить аллюзии на кадре, например, из фильма Тарковского. Но это приходит в голову. Но не только, конечно. Естественно, это не цитата, как вы понимаете, это именно аллюзия. Во-вторых, ведение происходит через работу с разрывом шаблонов зрительского восприятия. Этот разрыв самым разным образом происходит. Первое, я бы сказала, есть некоторое растапливание предустановок и предожиданий. Ну вот смотрите, казалось бы, документальный фильм, который снят в стенах Московской консерватории, ну что он должен делать? Он должен просто позитивно позиционировать, рекламировать свой собственный продукт. Убишь своих недавних выпускников, композиторов, все такое. Вот первое, что приходит в голову, конечно, стандартное решение, но я думаю, что большинству именно это, и мне приходило в голову это. Да, этот процесс происходит. То есть, вот так сказать, не то чтобы рекламирование, но показ, конечно, это происходит, но совершенно не так, как того, может быть, ожидает зритель. Разрыв шаблонов настигается также путем показа в фильме необычных действий в привычных местах. Но мы можем увидеть рояль, он стоит на улице у памятника Чайковского, с ним происходит что-то. Ну, вообще-то, так сказать, это не один раз происходило вообще в истории консерватории, там ставили рояль, но в данном случае вот отсняли этот эпизод, это документальный, непостановочный кадр. Еще пример. Мы смотрим на нашу прекрасную сцену большого зала консерватории, такой намоленную, академичную, и мы вдруг видим, что на ней лежит и активно используется для композиторского перформанса огромное количество мусора, который нужно вот так сгрести и на помойку выкинуть. Там какие-то пластиковые бутылки, скотчи, бог знает что. Из всего этого делается музыка. Вот из какого ссора, что называется, буквально. Да, при просмотре, пожалуй, что могут возникнуть смешанные чувства, потому что, в общем, это так бьет немножечко по каким-то привычным ценностным установкам. В любом случае эффект разрыва шаблона, конечно, достигается. Как еще происходит введение зрителя? Ну, например, через текст сопровождающего. Я уже сказала, чтец, с одной стороны, священник, он излагает какие-то объективные факты, с другой стороны, он постоянно задается вопросами, размышляет о происходящем. Но он пока чтец. А вот в конце фильма диктор, чтец, берет и разрушает эту незримую границу между собой и персонажами. Фактически, вступая с ними в некий контакт. То есть еще появляется один персонаж фильма. Ну, финал вообще, вот почему он открыт, он не все равно необыкновенный. Вот, обобщая эти приемы введений, можно сказать, что в фильме создается некоторая эмоциональная дуга. По входу просмотра она может начинаться, я вот так представляю себе, как зритель смотрит это, может быть, с точки удивления, возможно, местами непонимания, неприятия того, что происходит, до понимания вдруг, неожиданно, вот инсайтом, что, ну да, это все происходящее абсолютно тебя касается тоже. Фильм, что совершенно не свойственно, так сказать, для документального фильма, он драматичен, местами трагичен даже, и очень эмоционален. И этот драматизм может действительно не ощущаться вплоть до самого финала, который в силу такого совершенно неожиданного поворота, мне кажется, переживается еще сильнее, я дальше подробнее скажу. Теперь о художественном методе. Собственно, давайте посмотрим, какими именно киносредствами происходит этот микс киноязыка и музыкального языка. И здесь я бы продолжила говорить о трансформации, как об основном методе творческого мышления режиссера, ибо в фильме транспонируется и трансформируется просто все на разных уровнях в различных ракурсах восприятия. Первое. Время. В фильме оно понимается достаточно условно, как метафорическое отражение жизненного цикла и более того, временного круговорота, я бы сказала. Потому что есть, с одной стороны, в картине эпизоды с событийным временем. Зрителю пораздельно показан весь суточный цикл. Ночной в прологе, потом утро, потом день, потом вечер и рассвет в эпилоге. Далее есть время, которое можно ощутить как остановленное. Это происходит через особенности съемки. Когда будете смотреть фильм, обратите на это внимание. И есть даже такие эпизоды, которые я бы назвала вневременными зонами. Это очень интересная такая пунктирная линия в фильме. Я не могу сейчас раскрывать все интриги. Надо смотреть, чтобы это понять. У меня есть такое ощущение, что вот есть такие три типа времени в этом фильме. Какие примеры приема и работы с этим метафорическим временем в фильме? Ну, во-первых, это использование временной модуляции. Пояснём. Временная модуляция, у неё как бы два способа воплощения. Первое – через закадровый текст, второе – через музыкальные тексты. Тут есть модуляция в закадровом тексте. В чём она состоит? Вот текст, который читает священник, там сознательно нет хронологического последовательного исторического повествования. Вот текст находится как бы над временем, совершая отклонение модуляции между разными временами, эпохами, вспоминая Чайковского, Мессиана, Бахоса, самые разные ситуации. А что касается смысловых сплетений музыки из другого времени, ну, важную роль для фильма играет пьеса Эрика Сати, «Вексасьон», которую надо играть, значит, 840 раз подряд. Но фильм она столько не играет, она играет несколько раз подряд. Значит, в чём смысл приёмов, как мне кажется, этих временных модуляций? Они подчёркивают универсальность истории во все времена, композиторами и с творчеством вообще. При работе с пространством также показана ему метафоричность. У зрителя могут возникнуть аналогии с недавно пережитым временем пандемии, когда он увидит, например, сцены на эскалаторе московской подземки. Ну, опять же, когда, знаете, все в масках, в общем, тут время прямо реальное, и пространство тоже там такое зажатое. Пространство в фильме всё время преображается. Ну, во-первых, преображаются сами визуальные конструкции. Это кадровое изменение в пространстве. Ну, в частности, конструкции на сцене Большого зала консерватории, когда вот пьеса Хубеева исполняется. Во-вторых, пространство преображается и в результате операторской техники, монтажной работы, которая там очень интересна. В прологии мы видим сначала симметричные устойчивые кадры, а потом после перелома, когда вступает орган, он там очень значим, симметричность разрушается, и композиции становятся и диагональными, и неуравновешенными. То есть всё время здесь такая баллотировка идёт по пространственному вектору. Я бы сказала, что трансформации в фильме подвергается ещё и такая сторона, как когнитивная составляющая. Это, в частности, касается метафор. Мало того, что они есть, они к концу фильма воспринимаются иначе, то есть на самом деле работа с приятием зрителя колоссальная происходит за всё это время, а фильм полнометражный, большой. Всё это касается и звучащей музыки тоже. Пример приведу. Органная композиция Дениса Писаревского. Мы сначала её слышим в прологе, а вот конец, она звучит в эпилоге, то есть она так вот разделена. И вот в этом самом эпилоге эта самая же пьеса, она совершенно другой смысл приобретает. Вот опять же тоже очень интересное решение, чисто музыкальное. Что в совокупности дают примеры трансформации? Ну, во-первых, они дают, как я уже, так сказать, намекала, на это ломка стереотипов сознания зрителя. Вообще, я считаю, что ломка стереотипов весь полезная, тем более, что это всегда интересно в области искусства. Тут можно, конечно, вспоминать, и я вспоминала, когда смотрела непревзойдённые мастера, так сказать, вспоминалось мне такие киноискусства, как Ларс фон Триер, а тот же самый Квентин Тарантино, которые просто прицельно работают с тем, чтобы изменить шаблон восприятия зрителя, и ты смотришь, и ты понимаешь, что он работает с твоим примитивным сознанием собственным, и он его поворачивает. Мне это очень всегда интересно, убирая шаблоны какие-то восприятия, предположения, я бы сказала. Сколько трудно воспринимать фильм? Ну, тут надо, наверное, обратиться к выстраиванию формы, как форму построенного фильма. Я бы её определила как балансирование между каркасом и незавершённостью. Давайте посмотрим, в чём основа, собственно, каркасности. Ну, я бы сказала, что это выстраивание кинофорума по аналогии с формой музыкальной. Я напомню, что сам режиссёр, выпускник Московского консерватория, профессиональный музыкант и кандидат в искусствоведение, и, в общем-то, всё при нём. Поэтому он совершенно сознательно может это использовать. Я думаю, что оно так и было. Но это мои предположения, скорее, всё-таки. Среди приёмов музыкального развития можно назвать приём выращивания музыкальной темнотики, как Битхойн из мотива, что-то там выращивает дальше. Так произведение Николая Попова несколько раз начинает звучать в части фильма, который называется «День», и только в части вечера оно уже звучит целиком, уже в концертном исполнении. То есть, так сказать, нас так готовят интенсивно. Другой типичный музыкальный приём – это арочные конструкции. Сколько раз мы слышали про арочные конструкции на музыкальной литературе с времён школы и училища? Какие арки здесь могут быть? Пространственные арки. Например, показан город в совершенно разных его вариантах. Или же поезда, которые в разных местах проезжают, по-разному проезжают. И смотря, когда они проезжают, мы их по-разному воспринимаем. Я ещё вернусь к поезду в конце. Сейчас я не буду рассказывать, как там устроено всё. Но это тоже отдельная интересная тема. Дальше – лейтмаркеры. Мы все знаем, что лейтмотивы – это оплотство с единства формы и так далее. Какие здесь могут быть лейтмаркеры? Во-первых, лейт ткань. Ткань в смысле ткань. В фильме у музыкантов они выходят играть, и там всё время появляется красное полотнище, которое они кладут на пол. Эту символику можно понимать по-разному. Можно проще, по стереотипу, как мотив жертвенности. Меня не привлекает такая символика. Мне кажется, это такое решение именно стереотипное. Я бы предпочла переживать измятость красного цвета. Мне бы это было ближе. Каждый решает по-своему, естественно. Есть ещё лейтмотивы. Во-первых, упоминавшийся уже смартфон. Семантический смартфон здесь прорисовывает не только тему остранения, о которой я уже сказала, но и тему разобщенности. Потому что ведь все четыре композитора, по сути своей, они ведь ни разу реальности в фильме, в смысле, они так и не встретились. И это такая ещё тема смартфона, тема виртуальности дел, усилий современного музыканта, человека, не знаю. Ещё что характерно. В конце фильма один из героев, он произносит очередной свой монолог, причём из-за такой отчаяния. И он уже, мы вдруг видим, что он смотрит выключенный экран смартфона. То есть он вообще беседует сам с собой. Экран такой, знаете, чёрный. Вообще красиво всё очень снято. Я думаю, что все эти детали, конечно, по-настоящему должны высветиться в сознании зрителей уже после того, может быть, после первого, может быть, даже после третьего какого-нибудь просмотра. Но, в общем, так происходит. И при прослушивании достаточно такого сложного, глубокого музыкального произведения, временное искусство вообще требует такого неоднократного подхода. Это было всё о каркасе формы. Теперь немножко о незавершённости. Как эта незавершённость устроена в фильм? Она специально устроена. Она намеренная, я бы сказала, провоцирующая такая незавершённость. Тут особая роль принадлежит финалу. Финалу фильма, которым разговор между собой, четырёх главных героев фильма, заканчивает совершенно неожиданным. Разговор совершенно такой на уровне, что, условно говоря, что ты сегодня ел на завтрак. И вдруг это разворачивается в тех же интонациях обычного бытового разговора, трагический поворот. И мы вдруг воспринимаем эту гармоническую модуляцию. Она происходит и предполагает самые разные трактовки этой ситуации. Будете смотреть фильм, обратите на это внимание. Действительно, диаметрально противоположные могут быть трактовки зрительские. Есть открытость, такое решение. Символика фильма вообще оказывается открытой. Я что хочу здесь сказать. Вот пояс, о котором я уже говорила. Там в конце фильма идёт пояс. Он идёт поверх последних кадров. Ну, знаете, в Америке то, что входит, она сейчас тоже, как это называется слово? Эстакада? Нет, какое-то другое. В общем, он... Как? Это сложно для меня, не знаю. Может быть. Так вот, этот пояс, который уходит, проходит, может быть, он уходит небытие. Может быть, он просто... Можно понять, что вообще пояс ушёл, и всё то, что происходит, это было уже давно, это не новое, это неинтересное, это можно и так понимать. А может быть, это новый виток развития. И режиссёр, что, по-моему, самое ценное оставляет, это право решать самому зрителю, то есть он ничего не навязывает. И тогда возникает вопрос, кто же этот замечательный зритель, который всё это будет смотреть? Какова адресность фильма? Это сложный вопрос. С одной стороны, кажется, что фильм для внутреннего пользования, потому что там для музыкантов есть какие-то аллюзии, которые им более понятны, а вот сторонние зрители, может быть, ему и сложноват. На самом деле, это не совсем так. Почему? Потому что язык, да, фильм очень насыщенный, тут есть и габаритизация жанра, полидоксальный слон, сериотипов, многозначность, аллюзии, открытый финал, всё много чего изменит. Я тоже рассказываю, изменчивость времени и пространства, изменчивость облика, докс-притчи и так далее. То есть на самом деле, вот то, что я наговорила, многие скажут, что это слишком сложно, я не пойду смотреть. И вы потом, вы знаете, именно в конце фильма вдруг вы понимаете, что это нас всех касается. Вот это потрясающее такое ощущение, когда тебе объясняют, что мне надо, это не просто музыканты академические, они вообще чудики, да, мы все чудики немножечко для людей, которые занимаются чем-то другим. И вопрос-то на самом деле действительно такой, что какова цена того, с чем мы позволяем себе заниматься, что мы, так сказать, хотим и чего мы добьёмся. И что такое, что такое есть гармония в данном случае. В общем, фильм, я думаю, что каждый зритель по себе возьмёт то, что есть. Самое главное, на самом деле, вообще не это всё, а то, что фильм получился элементарно просто трогательным, вот в таком вот не сантиментальном понимании, но сильно эмоциональном, потому что он там очень сильный эмоциональный финал в самом лучшем смысле слова. То есть он берёт за живое и фактически поднимает общебытийные проблемы, связанные с вопросами призвания, проблеменности, уплаты цены за это призвание. Это вопрос, ну, наверное, один из самых важных для всех, особенно для музыкантов, наверное, вообще больной вопрос, я бы сказала. Вот. Ну и всё это можно совершенно спокойно опустить и просто смотреть на то, как красиво снят этот фильм. Вот это очень красиво, в этом, конечно, виноват и художественный глаз режиссёра, умноженный многократно, так сказать, на великолепную, совершенно, на мой взгляд, операторскую работу. Давайте посмотрим несколько кадров из фильма, и потом в конце я покажу вам QR-код с этой ссылочкой на фестиваль. Ещё раз хочу сказать, что фильм будет показан пятницу на этой неделе, 21 апреля, в 7 часов вечера, в кинотеатре, октябрь, 8 зал. Пожалуйста, обратитесь там на сайте, всё, так сказать, можно купить билеты и просто посмотреть этот фильм. Посмотрите, я подобрала некоторые кадры из фильма. Да, эта страница, сейчас я дам, так сказать, вот на эту страницу ведёт эта ссылочка. Пожалуйста, вы можете её себе зафиксировать на своих смартфонах. В общем, это основное, что я хотела сказать, потому что разговор по фильму может быть очень долгий, и крайне интересно было бы дискуссии, обсуждение, и нам было бы это очень интересно. Ну, если у вас есть вопросы, то, естественно, прямо сейчас всё, что могу, расскажу, что не могу, не расскажу, поскольку у нас есть обет молчания до мировой премьеры. Спасибо. Марина Валерьевна, конечно, без просмотра фильма очень сложно задавать какие-либо вопросы, один только самого общего характера. А вот чем руководствовался автор, если вы сможете ответить на этот вопрос, прибыли кандидатуру? Я думаю, что я не буду заниматься чтением мысли на расстоянии, тем более, что расстояние очень близкое, и автор фильма успел прийти и даже сидеть в нашем зале, и я бы с удовольствием предоставила бы ему слово для ответа. Сергей Уваров, пожалуйста, вас просят ответить на этот сложный вопрос. Да, я только произнесу, что Марина Валерьевна и как продюсер, и... Серёж, идите сюда, пожалуйста. Спасибо большое. Да, я вам уступаю. Уступать на самом деле не надо, потому что, как я говорю, Марина Валерьевна и Александра Сергеевича как продюсера, фильмы, они в полной мере такие же авторы. И естественно, что кандидатуры мы обсуждали, и дело в том, что это совершенно разные фигуры абсолютно, при всём том, что они плюс-минус ровесники, более-менее, там, это всё 35-40 лет им всем, и это одно поколение, но при этом это абсолютно разные фигуры, у каждого абсолютно свой какой-то индивидуальный творческий мир, абсолютно своё мировоззрение, и вот этот вот контраст, который между ними возникает, мне кажется, что он и в музыкальном плане хорош, и в плане вот чисто таком личностно-сюжетном тоже, и при всём при этом, конечно, мы понимаем, надеюсь, в конце уже, что мы смотрим как бы обобщающе, да, то есть это вот некое обобщение такое, что это четыре очень разных, очень ярких фигуры, которые уже успели себя зарекомендовать, заявить о себе громко, и тем не менее, всё равно вот какие-то общеглобальные вопросы, они здесь касаются их всех, я бы так ответила на этот вопрос. Спасибо. 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 Ещё, пожалуйста, может быть, какие-то юридически допустимые вопросы? Кстати, юридически допустимые, когда заканчивается работа, включающая в себя документальные кадры, съёмки, диалоги, найденные или не совсем найденные слова, то возникает потом вопрос авторизации снятого. Это уже действительно юридический вопрос, а меморитической стороны его. В какой степени, даже ни в какой степени, не зомневаюсь, что степень была достаточно, в какой степени различия в реакции, вы можете здесь поделиться, именно имея в виду реакцию депозиторов, они как сочли полностью соответствующим своим ожиданиям свою съёмку? На самом деле всё проще. Я хотела сказать, что я думаю, что для них это будет большой и большой сюрприз, потому что практически фильмы ещё никто не видел. Так что я надеюсь, что естественно, я думаю, что весь фильм, он, как мне кажется, он просто опрокидывает такие стандартные наши ожидания, как это благостно должно быть во славу советского искусства, что называется. Во славу, да, но просто, мне кажется, что уровень философской глубины, пускай будет так, но он действительно там есть. То, что мне больше всё нравится в фильме, если говорить всё-таки персонально, я всё-таки от себя говорю, я не могу имени режиссёра, режиссёр, может, что-то добавить. Мне лично вообще по жизни очень нравится, когда мои взгляды всё время меняют. Кто-то меняет. Ну, иногда давай по башке. То есть, для меня это новый как бы виток развития. Поэтому это по мне фильм. То есть, я всё время вижу, что я сначала где-то там можно там затормозить, где-то, так сказать, кажется, что это довольно инструктивно скучно, и потом, когда вот он с тобой что-то начинает делать, я оказываюсь очень благодарным зрителям. Есть другие зрители. Это то же самое, как выбирать репертуар. Понимаете, кто-то будет всегда ходить на Шопена, потому что он знает его, да, а кто-то будет ходить не на Шопена, потому что он его не знает, условно, там, на Лиге те, не знаю, на кого. Это очень сложные вопросы, связанные с метапрограммами восприятия. Но я надеюсь, что я не буду сейчас об этом рассказывать. Я думаю, просто вы скажете свою точку зрения, что может быть успехов Фима и его смысловой составляющей философской во многом способствует, что все оппозиторы не только талантливые, но и большие умницы. Мне доводилось с ними разговаривать, и я могу эти люди представить, о чём они могут говорить и на каком уровне. Безусловно. Нет, на самом деле вот мне кажется, что зритель, я пытаюсь ставить себя на место совершенно не музыканта, просто бежу посмотреть на современную музыку, и надо, знаете, зритель считает, что современный композитор, у меня были такие случаи, причём разговор с доктором психологических наук, кто современный композитор, ну Газманов, серьезно совершенно, это реальная история, но я с уважением так смотрю по этому поводу, то есть для такого зрителя это может быть шоком, это может быть интересом, но что-то в него всё равно будет расшевеливаться, я думаю, что это интересно, а в общем не какая-то когнитивность в данном случае, ну, всё-таки, всё-таки кино, искусство эмоциональное, и каждый возьмётся, ещё раз говорю, вот по себе, просто, слава богу, что мне кажется, там нет ничего такого дидактического, там, я не знаю, что есть хорошо, что плохо, что хорошо, хорошо ли прогрессивно, там, или ещё что-то, или плохо прогрессивно, не знаю, всё, очень условные категории, понимаете, если мы будем в них говорить, то искусство вообще закончится, мне так кажется, вот, может быть, ещё какие-то, очень сложно отвечать на ваши вопросы, я скажу, да, я-то видел, правда, не в окончательной редакции, поэтому, я вам своё ощущение, а я вот, относительно текста, который вы сегодня нам представили, например, текст очень хорош, действительно, но если его рассматривать в жанрах валютной лицензии, то тогда у него ещё многого не хватает, а если его рассматривать как установку на восприятие, то вот тогда это на самом деле вызывает ожидание поскорее увидеть. Я очень на это надеюсь, что такое желание у вас возникло. Это тоже было бы очень уместно, может быть, не так развернуто, но, по крайней мере, вот эти самые расставить акценты, на которые предложить обратить внимание при просмотре, потому что можно проскользнуть по всему этому и действительно в общем-то составить себе другое впечатление. Да, Александр Сергеевич, вы абсолютно правы, и на самом деле это уже начало происходить, потому что недалеко вчера я давала интервью на русском радио с премьерой, то есть информационный повод, и как раз меня просили не просто сказать там, кто автор, что такое, о чём там, да, а сказать вот именно о своём впечатлении, и что меня лично зацепил, я это и сделала. Именно это по вашему, так сказать, рецепту. Действительно, это очень... Мне кажется, самое главное, потому что тот поймёт эту музыку, тот не поймёт эту музыку, вообще не в этом дело. Там вопрос глубже гораздо, потому что все они большие мастера, да, они все творческие люди, они профессиональные люди, и они этим занимаются, они занимаются и тратят на это просто свою жизнь. А потом ты начинаешь думать, а может, чем-то другим заняться, а потом ты начинаешь вспоминать, о чем ты занимаешься. Ты, в общем, ты занимаешься очень похожими вещами, но ты не делаешь перформанс в большом зале, да, но, в общем, там сидишь, пишешь какую-нибудь статью, ещё что-то, в общем, можно было бы более интересно провести личное время, скажем так, и так далее. То есть это нас касается, потому что мы этим занимаемся, нам что-то такое нужно от этого, или по инерции, или потому что нам так завещали мастера, или почему-то ещё, а может быть, почему-то ещё, потому что это самое главное, на самом деле, когда мы что-то это ещё в общем чувствуем. Я думаю, что композиторы в большей степени это чувствуют, но я думаю, что любой музыкант, который соприкасается с этим тонким искусством, так или иначе туда выходит. Не буду обозначать, это метафора, конечно, но мы все понимаем, о чём речь. Дорогие друзья, у меня вот такое предположение, а что если нам предложение для них устроить пост, показанный уже разговор, об этом фильме и зафиксировать это в виде круглого стола и на странице. Уже с тем, чтобы вы могли бы, так сказать, высказать своё мнение. Это было бы замечательно. Замечательно. это будет в наших кругах делочек замечательно. Да, мне кажется, зафиксировать и напечатать, опубликовать, чтобы это не камеру в лету, да? Да, фильмом уже заинтересовался ВГИК, я могу сказать. Я уже имела переговоры с институтом кинематографии, и мы где-то в конце мая с ними решили сделать там с студентами ВГИКа, у них там есть вообще, ну, кажется, секции, отделение, это называется, работы, так сказать, с музыкальными, так сказать, док по музыкальным произведениям, со студентами и с педагогическим составом. Тогда тоже определили? Нет, мы ещё не определили, потому что как раз вот мы буквально позавчера решили этот вопрос, и я думаю, что в ближайшее время мы это определим. Конец мая. Давайте я совсем созвонюсь с Малышевым, среди, я даю большое внимание на то, что у нас есть такая встречная интенция, и тогда, может быть, дискуссия может быть очень интересна и равноплана, потому что там вот все-таки какие-никакие написаны. Конечно, конечно. Я, не называя фамилии сейчас, я считаю это немножко неэтичным, некоторые люди смотрели фильм, который имеет отношение к кино, и их это очень заинтересовало. Сейчас фильм почти никто не смотрел, на самом деле, ещё. Собственно, так и должно быть, потому что там написана мировая премьера, как вы можете прочитать, и она таковой должна быть. Спасибо большое за предложение, Александр Сергеевич. Я думаю, что мы сделаем, может быть, показ достаточно широкий, может быть, что-то сделаем в Большом зале консерватории с нашим прекрасным экраном и хорошим звуком. Но всё-таки небольшой, потому что там экран плохой, вы же знаете, в отношении... Это детали, это детали, конечно. Я думаю, что... Я думаю, что Рахманский зал уже как-то превышен в неожиданных каких-то поворотах именно на... Ну, вообще, судя по тому, как это было недавно, герой сидит здесь, да-да-да, конечно. Давай, сделаем. Да. Спасибо большое за интерес к... собственно говоря, к фильму. Спасибо. Спасибо.